всем привет дорогие друзья сегодня мы с вами поговорим о том как выбрать газовый котел казалось бы тема достаточно простая можно для настены купить котел или напольный в общем-то купил и греться себе но с другой стороны здесь целая куча нюансов я насчитал 20 пунктов сейчас мы с 20 пунктов разберем первый пункт у нас это какой вы выберите котел настенный или напольный настенный котел хорош тем что он висит у вас аккуратненько на стенке в принципе занимает мало места очень часто его засовывают какие-нибудь шкафчики на кухне но после этого конечно его обслуживать очень тяжело когда он шкафчик туда засунут вот но он энергозависимый мало того что он потребляет газ он также зависит и от электричества то есть если у вас отключают электричество то конечно же и отопление тоже у вас не будет напольные котлы большинстве случаев хороши именно тем что они энергонезависимые хотя есть котлы которые в принципе и энергозависимые также напольные тут уже зависит от производителя хорошие они тем что если вы устанавливаете себе напольный котел вы можете сделать себе правильный уклон в системе отопления и вода у вас будет циркулировать за счет естественного ее движения горячая вода поднимается вверх и соответственно холодная обратка возвращается вниз такую систему можно сделать с уклоном и там не обязательно установка насоса но я всегда за то чтобы была какая-нибудь параллель с насосом так система отопления будет прогреваться намного быстрее и намного эффективнее будет более равномерная температура в радиаторах какой вы себе хотите котел энергозависимый или энергонезависимый я конечно же всегда за то чтобы котел был энергонезависимой так как я живу в украине у нас зимой очень часто отключают электричество и соответственно если у меня не будет света то у меня не будет отопление и желательно чтобы мой котел был напольный с естественной циркуляцией в таком случае он будет себе работать от газа и вода самотека будет идти себе по радиаторам и у меня в доме будет тепло настенные же котлы считаются более экономичными занимают намного меньше места намного эффективнее прогревают воду за счет того что у них есть насос встроенный в этот котел к тому же объем воды в системе намного уменьшает потому что в обычном напольном котле у вас еще минимум 20 литров воды которые также надо прогревать двухконтурном же навесном котле в теплообменнике буквально несколько литров но настенные котлы энергонезависимый следующий пункт тоже очень важный какой у вас в объем воды в системе отопления в зависимости от объема воды в системе отопления вы выбираете мощность вашего отопительного прибора так сейчас я вам покажу как вы рассчитывается мощность котла который вам нужно купить и как рассчитывается объем воды который ваш котел потом сможет прогреть объем воды очень важно учесть потому что если ваш котел имеет недостаточную мощность для прогрева вашего объема воды, то ваш котел будет постоянно работать и пропросту не будет отключаться. Если же у вас будет, наоборот, слишком большая мощность вашего отопительного агрегата, то ваш котел будет очень часто включаться-отключаться, включаться-отключаться, и при этом не будет абсолютно никакой экономии денег. Для того, чтобы вы экономили деньги и прогревали свою систему равномерно, котел нужно рассчитать. Как это делать, сейчас я вам покажу, это совсем не трудно. Для того, чтобы рассчитать мощность вашего отопительного агрегата, нужно воспользоваться следующей формулой. Мощность вашего отопительного агрегата равна площадь вашего помещения умножить на удельную мощность и разделить на 10. Удельная мощность у нас рассчитывается в зависимости от того региона, в котором вы проживаете. Если же вы проживаете в южных регионах и у вас достаточно тепло, большую половину года, то эта мощность считается из-за счета 0,7-0,9 кВт. Если же вы живете в какой-нибудь средней дизоне, например, как я в Одессе, то у нас в принципе равносильно. У нас летом жарко, а зимой очень холодно. Соответственно, наш показатель удельной мощности равен от 1 до 1,5 кВт. Если же вы живете в северных регионах где-нибудь в районе Антарктиды, например, или Сибири, то этот удельный показатель следует рассчитывать от 1,5 до 2 кВт. Чтобы рассчитать объем воды, который может прогреть ваш котел, необходимо воспользоваться следующей формулой. Объем воды равен от 8 до 12 умножить на мощность вашего котла. Таким образом, вы можете получить объем воды, который ваш котел способен прогреть в вашей системе отопления. Рассмотрим расчет примера для 80 квадратных метров в средней зоне. К примеру, у нас есть 80 квадратных метров по данной формуле. 80 квадратных метров наша площадь помещения умножается приблизительно на 1,3 для средней зоны и делится на 10. Таким образом, мы получаем 10,4 кВт. Так как котлов с данным показателем 10,4 кВт не существует, у нас существует 10, потом 12, ну и по-моему даже от 8 начинается. 8, 10, 12 кВт котлы. То для того, чтобы оно точно прогрело, будем, к примеру, считать, что у нас 12 кВт. Если же мы хотим посчитать объем воды для котла, например, с мощностью 10,4 кВт, мы считаем 8 от 8 до 12 умножить на 10,4. Таким образом, получается, что наш котел в 10,4 кВт в средней зоне может прогреть от 83 литров воды до 125. Я, в принципе, всегда рекомендую брать по верхнему пределу, то есть 125 литров. Теперь я вам расскажу, как рассчитать вот этот вот литраж в системе отопления. Для того, чтобы узнать, какой объем воды у вас в системе отопления, вам необходимо посчитать ваш объем воды в ваших трубах и объем воды в ваших радиаторах. Для того, чтобы это было проще сделать, я вам сейчас подскажу одну хитрость. Хитрость эта заключается в том, что в одной чугунной старой секции заключается 2 литра воды. В одной чугунной новой секции идет приблизительно порядка 1 литра воды. В алюминиевых и биметаллических радиаторах в одной секции 440 мл воды. В стальных радиаторах воды совсем мало, можно брать усредненно 2 литра, к примеру, один радиатор длиной 1,5 метра. Если брать грубо, то можно посчитать количество воды в ваших радиаторах плюс 20%. Получается приблизительное количество вашей воды в радиаторах. Но если радиаторов у вас немного, разводка какая-нибудь, например, длинная, ну и в общем-то в любом случае я бы рекомендовал посчитать все-таки этот показатель точно. Для того, чтобы посчитать его точно, вам необходимо знать диаметр ваших труб и какое количество воды заключается в каждом метре вашей трубы. К примеру, у вас разводка 32 трубой, вам нужно знать сколько воды содержится в вашей 32 трубе. 25 аналогичным образом, ну соответственно и так далее. Как только вы посчитаете объем воды в вашей системе, вы сможете подобрать необходимую мощность вашего котла под ваш объем в вашей системе отопления и также в зависимости от зоны, в которой вы проживаете. Итак, следующий пункт это есть ли у вас дымоход, а также диаметр вашего дымоотводящего патрубка. К примеру, если у вас есть дымоход, вы можете взять себе дымоходный котел как настенного типа, так и напольного типа. В случае отсутствия дымохода котел можно установить либо турбинированный, к примеру, это какой-нибудь котел настенного типа, либо же котел напольного типа с турбоприставкой. Такие котлы будут максимально эффективно выбрасывать продукты сгорания наружу. Ну а если же вы захотите взять нечто парапетного типа, то это не самый лучший выбор, потому что котлы парапетного типа очень трудно защитить от ветра. Такие котлы должны находиться где-нибудь, к примеру, в середине двора, где более-менее всегда спокойно и двор у вас всегда защищен от ветра. Если же у вас такой котел будет выходить куда-нибудь на фасадную, например, там стенку или какую-нибудь тыльную стенку, например, здания, то там очень частые сквозники, и эти сквозники очень часто тушат в петели в этих котлах. Поэтому, в принципе, я не очень люблю парапетные котлы, честно вам скажу. Но некоторые люди все-таки умудряются делать специальные защитные кожухи, однако за ними тоже надо следить. К примеру, кожух у вас зимой разогрелся. Потом кожух остыл, пока у вас котел стоит, набрав свою температуру, на него насыпала целая куча снега. В этот момент он у вас находится в замерзом состоянии, и тут котел у вас опять начинает работать. Это с них начинает стекать. И таким образом может произойти просто даже вот обледенение вашего дымохода, и таким образом вас может пропасть тяга, и придется их выходить какой-нибудь газовой горелкой и все это дело отогревать. Это довольно неприятная такая ситуация. Но в большинстве случаев эти котлы просто затувают ветром. Поэтому я не любитель парапивных котлов, честно вам скажу. Также в данном пункте я бы хотел внести то, что при подборе вашего котла, чем больше мощность котла, который вы подбираете под вашу систему отопления, тем больше у него будет и диаметр дымоотводящего патрубка. К примеру, если у вас из котла выходит 110 труба, а в стене у вас, допустим, со старого котла какая-нибудь сотая труба, то тут вам уже придется разбивать стенку. То есть на диаметр вашего дымоотводящего патрубка тоже желательно обращать внимание. Следующий пункт, также немаловажный, это какой у вас объем помещения. Дело в том, что для каждого газового прибора требуется какой-либо объем помещения, а также высота помещения и так далее. Целая куча норм. Но в данном пункте мы с вами говорим непосредственно об объеме помещения. Если вы берете какой-нибудь котел, который очень большей мощности, а помещение у вас очень маленькое, то может случиться такое, что данный котел по объему помещения вам не подходит. И таким образом котлу будет недостаточно воздуха в данном помещении для того, чтобы нормально работать. Может образовываться обратная тяга, его может просто буквально задувать из-за того, что обратная тяга будет просто вздувать ваш ветер. Может котел начинать гореть красным цветом, когда ему недостаточно воздуха. Таким образом будет очень быстро засоряться ваш теплообменник. Его надо будет очень часто чистить, возможно даже по несколько раз в году. А эта услуга достаточно недешевая. Чистка котла это, наверное, самое дорогое, что можно сделать с котлом. Поэтому обязательно читайте, выбрав мощность вашего котла, какой объем помещения нужен для данной мощности. Следующий пункт. Вы должны знать, какое у вас помещение. Для того, чтобы установить газовый котел в каком-либо помещении, надо знать, какое у него назначение. Котел должен устанавливаться в нежилом помещении. Это может быть какая-нибудь кухня, либо отдельная топочная. То есть там не должны постоянно находиться люди. Установка газовых котлов, например, в каких-нибудь комнатах, в ванных комнатах категорически запрещается. Поэтому вы должны определиться с помещением, где он у вас будет. Также, к примеру, если вы решили установить ваш котел в помещении, например, в кухне, дымохода у вас нет, вы хотите поставить турбинированный котел, покупаете турбинированный котел, пробиваете дырку в стене и выводите, например, ваш турбинированный котел на фасад. Например, у меня в стране, у меня в Одессе, вывод дымоходов от труб на фасад категорически запрещен. Таким образом, если я решил поставить котел в кухне, а дымохода у меня нет, то на фасад я его не могу вывести. и, соответственно, покупка просто оказывается бесполезной. Поэтому хорошо подумайте о том, где вы установите ваш газовый котел. Итак, следующий пункт это техусловия для установки вашего отопительного прибора. Если вы определились с помещением и уже знаете, куда вы поставите ваш котел, вы должны знать, соответствует ли ваше помещение нормам установки газового котла. Высота помещения должна быть минимум 2 метра 20 сантиметров. Объем помещения должен соответствовать мощности вашего котла. Также в помещении должен быть вентканал, должно быть окно, должна быть приточная вентиляция, также, чтобы в вентканале, собственно, что-то проходило. Там должен быть трехкратный воздухообмен. Там должно быть обязательно окно или фромуга. Помещение должно быть нежилое. Также в помещении должен быть обязательно дымоход, если вы ставите дымоходный котел. Либо, если это нежилое помещение, я уже об этом говорил несколько ранее, то турбина от котла должна выводиться куда-либо не на фасад. Также по нормам вокруг котла должно быть какое-либо негорючее основание, которое выступает минимум на 10 сантиметров за его габариты. Конечно, этот пункт, в общем-то, никто из людей, честно вам скажу, не соблюдают. Сколько я не ходил по разным квартирам, не ремонтировал разных газовых приборов. В общем-то, редко-редко, когда у кого-нибудь какая-то вообще там подложка хотя бы под котел есть, а плиты в общем-то тоже имеют подобные требования, но люди, в общем-то, даже просто столами сдвигают с двух сторон, просто зажимают эту плиту. В общем-то, справа-слева находятся горючие столы, но такое требование имеет место быть. Следующий пункт, на который стоит обратить внимание при выборе мощности вашего котла. Если у вас мощность котла ниже 60 киловатт, то вы, в принципе, можете устанавливать эти котлы в кухне. Если же мощность вашего котла более 60 киловатт, то вам уже просто обязательно нужна топочная. То есть, если у вас больше 60 киловатт, в кухню вы уже такой котел не поставите. Следующий пункт, это какой теплообменник выбрать для вашего котла. К примеру, если у вас котел навесного типа, то тут, в общем-то, теплообменников бывает буквально вот три типа. Первый тип теплообменника, самый хороший, это конденсационный. Если конденсационный котел, у него максимально высокий КПД порядка 98 процентов, но у него также требуется подключение у таких котлов канализация. Соответственно, если вы выбираете котел конденсационного типа, то вы должны подвести к нему канализацию, помимо всего прочего. Это самый хороший выбор из настенных котлов. Следующий вид теплообменников, это два раздельных теплообменников у навесного котла. В данном типе котлов есть трехходовой клапан, которые периодически переключаются на обогрев второго вторичного теплообменника. Также он называется скоростной теплообменник. Если вам нужна максимальная производительность вашего котла по литрам в минуту на горячую воду, то желательно брать котлы все-таки с двумя раздельными теплообменниками. И третий тип теплообменников, это битермические. Битермические теплообменники это, в общем-то, труба в трубе. То есть один и тот же теплообменник используется как для горячей воды, так и для системы отопления. В таком теплообменнике очень часто происходят такие вещи, как контрастный душ. Соответственно, вы приходите, начинаете купаться, к примеру, вода идет горячая, потом она резко остывает, опять горячая. Ну, особенно если от котла ваша ванная комната находится очень далеко, то эти явления вы можете ожидать, если поставите себе битермический теплообменник. Если же у вас напольный котел, то тут теплообменников бывает два типа. Либо чугунный, либо стальной. Чугунные теплообменники лучше. В своей практике я вам хочу сказать, если, например, я промываю котлы, то чугунные теплообменники, они намного меньше все-таки подвержены какой-либо коррозии и долговечность у них тоже больше. Они меньше забиваются как продуктами сгорания, так же, в общем-то, и меньше накипи на них образуется. К тому же на чугунные теплообменники идет срок службы порядка 50 лет, а на остальные теплообменники дается до 20. Следующий пункт, конечно, можно это отнести не каждому из людей, но все-таки в некоторых случаях он тоже уместен. Это больше для производства. Вам нужно определиться, котел у вас будет основным или вспомогательным. К примеру, если у вас уже есть какой-нибудь твердотопливный, например, котел или электрический котел, а газовым котлом вы хотите просто догревать вашу воду, которая у вас есть в системе отопления, то если у вас котел вспомогательный, то и рассчитывать его нужно, соответственно, уже немножко иначе. Следующий пункт, на который стоит обратить внимание, это котел у вас будет двухконтурный, либо одноконтурный. Как напольные котлы, так и навесные котлы бывают двух типов. Либо только на систему отопления, соответственно, прогрев ваших радиаторов, либо и на прогрев системы отопления и на горячую воду. Если вы покупаете котел настенного типа, то я бы рекомендовал вам покупать котел с двумя теплообменниками, со скоростным и с основным на систему отопления. Если вы покупаете котел напольного типа, то нагрев горячей воды у вас будет происходить следующим образом. Вам необходимо будет перекрыть подачу и обратку на данном котле, раскочегарить его на температуру градусов на 80, может быть 70. После этого включить горячую воду и она, проходя по змеевику внутри нагретого котла, будет от него нагреваться и у вас будет идти горячая вода. Однако, чем больше мощность котла, тем больше литров в минуту вы можете получить из данного котла. И, соответственно, чем ниже мощность вашего котла, тем меньшее количество горячей воды вы можете получить от данного напольного котла. К примеру, котел 10 киловаттной мощности может выдавать порядка 4 литров в минуту. Котел уже порядка там 15-16-20 киловатт может выдавать уже там порядка 6 литров в например. Для сравнения настенный котел 24 киловаттный может выдавать 10-12 литров в минуту. То есть можете сравнить. В принципе разница в два раза. Если вы хотите получать горячую воду таким образом, то напольный котел не самый лучший вариант. Также тут присутствует фактор, что теплообменник у вас будет буквально идти в разнос в напольном котле, потому что получается вы его только как бы казалось бы уже нагрели, вроде бы вот все должно быть хорошо в нем и тут резко в горячую, в горячий нагретый теплообменник поступает холодная вода. Образуется разница температур и как вы понимаете для любого металла это плохо. Поэтому я все-таки не сторонник двухконтурных котлов напольного типа. Однако напольные котлы двухконтурные хорошо приходят нам на помощь тогда, когда у нас есть в тех условиях например только котел. К примеру у вас стоял 10 киловаттный котел, но не было колонки. Для того чтобы поставить себе еще газовую колонку, вам нужно получить тех условия. Для того чтобы получить тех условия вам надо отбашлять кучу денег, изменить газовый проект, получить тех условия, купить колонку, в общем-то потратить ну просто в баснословную сумму денег. Если же вы меняете ваш 10 киловаттный котел на точно такой же 10 киловаттный напольный котел на двухконтурный, вам ничего не надо делать кроме того как заменить котел. Таким образом вы избавляетесь от лишней документации и получаете горящую воду в вашем доме. Итак следующий пункт, который у нас отсюда вытекает это, что вы меняете свой газовый котел на аналогичный или устанавливаете себе новый. Если вы устанавливаете себе новый котел, то вы можете себе установить какой котел пожелаете. Если же вы меняете свой старый агрегат на новый, то тут уже возможны изменения в газовом проекте. К примеру если вы меняете свой напольный котел на настенный котел, то тут требуется изменения в газовом проекте. Если вы меняете котел в меньшей мощности, на большую мощность, тоже требуется изменение в газовом проекте. Если вы меняете, к примеру, 10 киловаттный напольный на 10 киловаттный напольный, изменение не требуется. И, соответственно, если такая же самая история происходит с навесным котлом, тоже изменение не требуется. И обратно, если вы вместо навесного котла ставите напольный котел, опять требуется изменение в газовом проекте. Поэтому обращайте на это внимание, возможно к вам придут газовщики и скажут, что вы тут натворили, что вы тут наменяли, будем вас штрафовать. Далее, на что можно обратить внимание, в настенных котлах очень часто присутствует такая вещь, как бойлер. Это очень хорошая вещь для того, чтобы получать большой объем воды на горячую воду. Более 10-12 литров в минуту. Таким образом, если у вас котел имеет, к примеру, бойлер на 80 литров, он у вас будет греться не от электричества, а от газа. То есть работать он будет, в принципе, как двухконтурный котел напольный. То есть по теплообменнику, по змеевику будет проходить теплоноситель, будет нагревать этот бойлер и из этого уже бойлера будет поступать вода к вам куда-нибудь к вашему крану или душевой. Это более современный тип котлов и, в принципе, если у вас есть возможность купить такой котел с бойлером, это более комфортно, более удобно, но и намного более дорого. Так что вам следует обратить внимание с бойлером ваш навесной газовый котел или без. Следующий пункт относится больше, конечно, к системе отопления, однако и с котлом то тоже вы сможете подумать. Система отопления у вас будет открытого типа или закрытого типа? Система закрытого типа подразумевает под собой систему с расширительными баками мембранного типа. То есть вы накачиваете туда какое-либо давление в такую систему и в таком случае ваш котел сможет работать только с насосом, потому что самотеком там вода уже навряд ли потечет. Если же у вас система открытого типа, то вы можете поставить себе котел напольного типа и вода самотеком будет перетекать куда ей нужно. Так что если вы хотите подобрать себе котел для системы открытого типа, то вы в принципе можете поставить себе напольный котел и сделать в нем уклоны правильные и циркуляция будет осуществляться не только за счет насоса, но и также за счет уклонов. Горячая вода будет поступать всегда вверх и холодная обратка будет возвращаться в котел. Если же вы сделаете себе система закрытого типа, то тут уже понадобится насос. Однако в этом случае нам приходит на помощь насос, который установлен у нас в корпусе настенного котла. Таким образом, если вы ставите себе настенный котел, то ваша система обязательно будет закрытого типа. В большинстве случаев расширительные баки вмонтированы уже непосредственно в газовый котел и расширяться вода будет именно за счет этого мембранного бака. А циркулировать по вашей системе отопления она будет за счет насоса, который встроен в ваш газовый котел. И если же вы себе берете котел напольного типа, делаете систему закрытого типа, то к такому котлу вам обязательно потребуется установка насоса. А насос у нас зависит от электричества. Следующий пункт это какой котел вы хотите себе поставить конденсационный или обыкновенный? Конденсационные котлы это в принципе новинка, это очень хорошая вещь. Это конечно неоправданно дорого, но это экономично. Если вы себе ставите котел конденсационного типа, вы получаете больший КПД, меньший расход газа соответственно, экономите деньги на газе, очень хорошо выглядите перед своими товарищами, какой я себе классный котел поставил. Однако за время эксплуатации котла эта сумма переплаченная за конденсационный котел, я считаю, может даже просто и не окупится. Мало того, если вы ставите себе котел конденсационного типа, вам помимо подвода к нему подачи и обратки потребуется еще и подвод канализации. Подвод канализации также должен быть сделать грамотно, потому что если вы где-то сделаете разрыв, то у вас просто может начать вонять канализация в доме. Следующее на что стоит обратить внимание при выборе котла, это какая там установлена автоматика. Если вы берете себе какой-нибудь газовый котел с неизвестной автоматикой, то неизвестно сколько она в общем-то у вас и будет работать. Если вы берете какой-нибудь нормальный бренд, который уже проверенный на рынке, то работать она у вас будет и думаю долго и надежно. К примеру, вы берете какой-нибудь напольный котел с какой-то стрёмной вообще автоматикой, которую никогда в жизни не видели. Оно у вас сломается там через два года. Гарантия на котел, например, год и потом вам потребуется какая-нибудь переделка под современную автоматику. Если же вы берете какой-нибудь уже известный бренд, например, Hannival или EUROSIT, в большинстве случаев на напольных котлах сейчас везде используется итальянская автоматика EUROSIT. В зависимости от мощности вашего котла, там соответственно и модельный ряд увеличивается. Сначала 630, потом 710, 820 и так далее. Чем больше мощность вашего котла, тем мощнее должен стоять и газовый клапан. Поэтому обращайте внимание какая автоматика установлена на ваш газовый котел, который вы себе присмотрели. Следующий пункт, если вы себе присмотрели, например, напольный котел, то вы должны обратить внимание какие там установлены тягопрерыватели или как их в народе называют колосники. К примеру, я подхожу на базар, смотрю на эти все котлы и беру, например, крышку. Вот в некоторых местах просто вот разрешают даже снять крышку. Снимаю крышку, смотрю какие там стоят тягопрерыватели. Я постараюсь вам показать фотографию, надеюсь, что я ее найду и скорее всего она у вас сейчас на экранах. Что такое тягопрерыватели? Так вот, именно эти тягопрерыватели должны быть сделаны из хорошей стали. Дело в том, что когда эти тягопрерыватели сделаны плохие, то они просто со временем перегорают. Металл в них должен быть толстый и надежный. Если они у вас какие-нибудь тоненькие, то такие котлы брать не стоит, потому что они могут отгореть. Я когда разбирал разные газовые котлы, то в одних эти тягопрерыватели оставались в целом состоянии, в других же котлах от них могла остаться буквально вот половина. Тягопрерыватели нужны для того, чтобы задерживать горячий воздух в котле, для того, чтобы этот горячий воздух отдавал тепло баку в вашем котле. Соответственно, когда у вас тягопрерыватель наполовину отгнивает, у вас просто это половина этого тепла, которое могло еще нагреть ваш котел, улетучивается в дымоход, а вторая только половина его прогревает. Соответственно, КПД такого котла падает уже там на 70 процентов, 60 процентов, в зависимости от того, какой длины у вас эти тягопрерыватели в общем-то остались. Поэтому металл у них должен быть обязательно хороший. Далее обратите внимание, какие горелки в котле, которые вы выбираете. Горелки микрофакельного типа. Это современные горелки и, в принципе, они всегда работают нормально, экономично, горят равномерно, пламя там их практически не касается, они практически не забиваются. Это хорошая вещь. Горелки пластинчатого типа это тоже современные, хорошие. Но есть такие вещи, как опок, например, или нечто подобное, или какие-нибудь просто умельцы берут, делают газовый котел, говорят у нас обалденное оборудование, смотришь на горелки, а там просто вот трубка идет, в этой трубке на сверлены отверстия, из этих отверстий со всей дури валит газ. В общем-то и о какой экономии может идти речь, если горелка там сделана просто из обыкновенной трубы с дырками. И последний пункт, на который стоит обратить внимание, это цепь безопасности вашего котла. Соответственно, сколько защит на него установлено. Чем больше защит на вашем котле, тем больше вероятность, что ваш котел будет исправно работать и в случае какой-либо аварии он сохранит себе жизнь, как говорится. К примеру, вот очень много напольных котлов устанавливают себе термопары. Термопары, в общем-то, есть на всех напольных котлах современного типа. Однако, например, не в каждом напольном котле есть предельный термостат. Предельный термостат это такая вещь, которая отслеживает не закипел ли ваш котел. Если, к примеру, у вас тепломения в котле забит, котел у вас будет работать, 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 горящая вода не будет от туда успевать уходить, и такой котел может закипеть. если закипит ваш котел он просто может в лучшем случае просто потечь а в худшем случае он может разорваться вся эта горячая вода которая там собралась просто окажется у вас в помещении где установлен котел если же у вас там установлен предельный термостат то этого не произойдет он по аварии у вас отключится соответственно выбирайте себе максимально защищенные котлы так что друзья делитесь этим видео с вашими друзьями пусть каждый человек знает что он выбирает так что всем спасибо за просмотр ставьте лайки дизлайки всем пока и до новых встреч